Приветствую всех! Вы смотрите новости на канале Апрель. Меня зовут Юлия Кулешова и в этом выпуске будет про депутатов, которым лишь бы по кнопкам тыкать до патриотов из себя изображать, про усиливающие защитные меры от коронавируса и про многое другое. Не переключайтесь. Сто депутатов одобрили законопроект, обязывающий некоммерческие организации отчитываться об источниках своего финансирования. Какое поразительное единодушие! Всего лишь 9 против, а 11-11 просто прогуляли. В числе тех, кто проголосовала за депутатка Ромата Розова. Так-то она вообще и часто на все согласна, но в этот раз, как она говорит, проголосовала за по ошибке. Типа, упс, ошибочка вышла. Радует, что депутатка Ромата Розова нажала всего лишь кнопку «за» в голосовании в Югорку Кенеша, а не какую-нибудь красную кнопку, после которой мог произойти биг-бадабум. С другой стороны, я не пойму, принятие законопроекта это что, шутки что ли? Уже который депутат заявляет, что за тот или иной законопроект проголосовал по ошибке, не на ту кнопку нажал. Или вообще, говорит, меня на голосовании не было, за меня нажали все, а нам потом с этим жить как-то. Срумбай Джимбеков и его команда задумали взять под контроль неправительственные организации. Подвластные Белому дому депутаты вносят изменения в закон об НПО. Политики и гражданские активисты уверены, делается это, чтобы зачистить политическое поле и заставить замолчать несогласных. Законопроект можно найти на сайте Джугурку Кенеша. Он, к слову, уже принят в первом чтении. Вот результаты поименного голосования. 100 за и лишь 9 депутатов проголосовали против этого законопроекта. В чем суть поправок? Законодатели прописывают для НПО особую процедуру отчетности. Некоммерческие организации должны будут докладывать государству едва ли не обо всем, что происходит в стенах их учреждения. Некоммерческая организация предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным органам. Размеры и структура доходов некоммерческой организации, а также сведения о размерах и составе имущества некоммерческой организации, ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации не могут быть предметом коммерческой тайны. И законопроекта о внесении изменений в закон о некоммерческих организациях. Некоммерческие организации и так отчитываются перед государством. Активисты не понимают, для чего вводят дополнительную отчетность. Справки об основании и инициаторы поправок раскрыли карты. Действительно, на сегодняшний день информация о полученных доходах и уплаченных налогах, о страховых взносах и статистических данных некоммерческих организаций в той или иной мере предоставляется в госорганы, налоговую службу, соцфонд над Статком, которая защищена налоговой тайной и статистической конфиденциальностью. Просто у простого населения нет свободного доступа к такой информации. И справки об основании. Депутат Астан Бекешев – один из немногих, кто выступает против превращения страны в тоталитарное государство. Он уверен, что власти с помощью этого законопроекта объявят охоту на видим. Какая-то организация получила грант или выиграла грант на тысячу долларов, выиграла там именно конкурсные, через конкурсы в основном гранты выигрываются. На тысячу долларов выиграет и кто-нибудь из сотрудников этого НКО или руководитель где-то нелестно отзовется о правительстве, о парламенте или о других должностных лицах. Ему всегда могут заткнуть рот, что ты получаешь там донорские средства из, я не знаю, Сороса или из Америки, или из Китая, или из России, еще куда-нибудь. И поэтому ты не поддерживаешь кыргызскую политику, ты оказывается иностранец, иностранцев только поддерживаешь. То есть будут навешаны и руки всем работникам НКО. Вот это очень опасно на самом деле. Родину не любишь! Да! Если поправки будут приняты, то получить доступ ко всем документам НКО сможет каждый гражданин. Этого и добиваются инициаторы законопроекта. Натравить уропатриотов на НПОшников – это что-то новое. Многие нормы предлагаемого закона противоречат Конституции, заявляет Комитет гражданского контроля. Не выдержаны сроки, ведь по регламенту с момента регистрации до направления законопроекта во фракции комитеты должно пройти около недели. По правкам Жабактабека Раимкулова, должностные лица Джигуркукинеша организовали прохождение предусмотренных законопроцедур всего за один рабочий день. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Джигуркукинеша, законопроект официально внесен в парламент 6 февраля 2020 года. И уже на следующий же день, 7 февраля, были готовы заключения специализированных видов экспертизы, в которых не указано ни одного слова о нарушениях Конституции, допущенной проектом дискриминации, нецелесообразности дублирования отчетности, изобращения Комитета гражданского контроля. Закон, он среди всех организаций, он выделяет какие-то организации и им предписывает дополнительную отчетность. Я хотела бы обратиться к политикам и гражданам, что было бы хорошо, если бы мы подумали о прозрачности политических партий, потому что неправительственные организации, они и так отчитываются. Потому что если бы мы плохо отчитывались, то уже давно нас всех бы там налогово или соцфонд закрыли бы, да? Почему вот они хотят менять закон и еще усиливать контроль? Потому что все отчитываются. Юристы уверены, закон об НПО нужно отозвать. Инициаторы не определили и не согласовали с правительством источник финансирования. Ведь проект предполагает увеличение расходов за счет средств республиканского бюджета. Однако Достан Джумабеков этого не сделал. Кстати, международная организация Freedom House отнесла Кыргызстан к странам, частично несвободным, уже восьмой год подряд. Хуже всего у нас обстоят дела с политическими и гражданскими правами. По мнению экспертов Freedom House в Кыргызстане со свободой, так же, как в Гондурасе. И еще немного про поразительную расторопность. Вчера только говорила, что милиция ищет женщин, которые во время митинга 2 марта нападали на сотрудников Белого дома. И вот уже нашли двоих и водворили в изолятор временного содержания на 48 часов. Нет, ну вот всегда бы так быстро работали, да? Теперь бы еще найти хозяев того притона Сожского рынка, в котором две недели в ноябре прошлого года удерживали несовершеннолетнюю девочку. Или это уже не так приоритетно? После митинга, напомню, бывшего депутата Каннебека Смоналиева отворили в СИЗО ГКНБ вплоть до 3 мая. Его обвиняют в попытке насильственного захвата власти, грозит до 12 лет лишения свободы. Также подстражено два месяца, взяли бывшую судью Анару Дубанбаеву. Следствие полагает, что она собирала людей в Исокульской области и привезла их в Бишкек. А осужденный бывший депутат Садр Джапаров через своего брата обратился к иргызстанцам. Просит не допускать и не позволять устраивать массовые беспорядки. Попытки идти на Белый дом 2 марта во время митинга он осудил. Уважаемый кыргызский народ, давайте сохраним мир и в будущем защищать свои права законными путями. Впредь не должно быть так, чтобы нами пользовались третьи силы. Так как, по дошедшей до меня информации, нас использовали как орудие в своих руках. Все эти беспорядки приведут к тому, что мы потеряем свою страну. Слава Богу, переговоры начались. Давайте сохраним мир. Квартиру, подаренную президентом Айсулутиной Бековой, могут забрать, заявил депутат Джигург Кенеша Дастан Бекешев, потому что квартира это, по его словам, служебная, а раз служебная, то значит и не насовсем. Мэр Бишкека Ази Суракматов, в свою очередь, заявил, что квартира это неслужебная. И согласно положению, олимпийским чемпионам, победителям различных мировых соревнований, квартиры даются как раз-таки насовсем. А еще он сказал, что мэрия не планирует строить муниципальное жилье. Вам не нравилось, как кричал коронавирус? Теперь он будет мурчать. Мы сменили подложку. Как вам? Нравится? Хотя, как по мне, кричащий лучше. Ну, потому что все кричат, паникуют. А смысл паниковать? Итак, про коронавирус. Республиканский штаб по коронавирусу усиливает меры безопасности лиц, находящихся под карантином. А еще теперь всех прибывающих в Кыргызстан будут проверять сразу в самолете. Меж тем, некоторые депутаты усомнились в качестве проверки. Во время прохождения процедуры были установлены два тепловизора. Пока мы проходили, у одного села зарядка. Работник пошел заряжать тепловизор. Остался один. Толпа просто так проходила. Никто не останавливал и не проверял каждого по отдельности. Даже если там будет очередь, люди поймут, потому что они сами заинтересованы в этом. Осталась женщина с одним тепловизором. У нее руки уставали. Ей приходилось опускать руки и снова поднимать. В Турции тепловизоры поставили на штативы. А у нас то зарядка садится, то человеческий фактор. А в Джумгальском районе на Рынской области решили не отмечать праздники. И даже празднование науруза под большим вопросом. Все это из-за письма правительства об отмене массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. По этой же причине отменили празднование дня Ак-Калпака в Таласе. Прикрываясь угрозой коронавируса, мэрия решила запретить проведение марша в защиту женщин, намеченного на 8 марта. Но подтвержденных случаев коронавируса в Кыргызстане нет. В соседнем Китае более 80 тысяч заразившихся, а у нас ни одного. Вот ведь как бывает. В самом Китае число новых случаев снижается. Эпидемиологи говорят не расслабляться и предрекают вторую волну. Из-за того, что люди постепенно возвращаются на рабочие места. Из карантина решено отпустить семью кыргызстанцев, прибывших из Южной Кореи. Потому что один ребенок там грудной, а у второго ДЦП. Теперь они будут находиться дома, под домашней обсервацией, то есть домашним наблюдением. Коронавирус у них не диагностирован. Продолжаются предварительные слушания по коэтажскому делу. На них явились все подсудимые, кроме экс-президента Алмазбека Атамбаева. По словам адвоката, у него скачет давление. Открытости и прозрачности суда потребовала депутат Ирина Карамушкина. По ее мнению, если бы властям скрывать было нечего, то и процесс не закрывали бы. Закрытый судебный процесс еще больше расколет наше общество и увеличит недоверие к власти. Уважаемые депутаты, вы сами хоть заинтересованы в установлении истины, или просто вот сдали экс-президента и двух соратников, встряхнули ручки, и все, можно успокоиться, идти дальше в новый СОЗОВ. Когда следствие говорит о секретной информации, то там ничего нет такого, что может навредить интересам страны. Самая серьезная информация может раскрыться о том, что силовые структуры некомпетентны и коррумпированы. А сегодня радуемся за наших судей, самых честных и самых справедливых судей в мире. Главное по поздравлениям поздравил их с профессиональным праздником. Уверен, что своим ответственным отношением к возложенным на вас высоким и почетным судейским обязанностям «Вы оправдайте надежды народа на справедливость и соблюдение законов». Ну да, ну да, чьи-то надежды судьи определенно оправдывают, стараются изо всех сил. Вот только народа ли? А вот еще бантичная новость. В Иргызстане сегодня отмечается день о колпаках. По такому случаю ряд депутатов явились в парламент в колпаках, и не только в парламент. Как уже отметили пользователи сети, сегодня один из немногих дней в году, когда власть и мужчины могут прикинуться патриотами. В Пикарünüz. А вообще-то это элементарные правила поведения, знакомые любому культурному и воспитанному человеку. В помещении головной убор надо снимать, а колпак это все же головной убор, пусть и очень красивый и символичный Вот такие новости и еще больше новостей на нашем официальном сайте april.kg Мы также есть во всех социальных сетях, ссылки на них в описании к этому видео Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что поддерживаете, комментируете, делитесь нашими эфирами Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий Всем добра, пока!